Кто проиграет в битве с кундуком, тот и уроки пишет. Ого! Когда я успела забрать твою удачу себе? Серёжа, ну снова игры! Мам, ну я немножко. Ну мы же с тобой договорились. Сначала уроки, а потом игры. Уроки? Так каникулы же! А задания на каникулы что, делать не нужно? Десять страничек почитать, написать десять строчек любого текста, три задания по математике каждый день, написать десять слов по английскому языку, почитать английский язык. Всего лишь. Это же немного. Ого! Ничего себе немного! Это делается для того, чтобы ты ничего не забыл. Так что давай, ложи свой телефон и иди писать уроки. Сколько уроков! Это же надо! На каникулах вместо отдыха я должен читать и писать. Субтитры подогнал «Симон»! Стоп! Это я буду учить уроки, а ты играть по рауз-тальс? Это как так получается? Ну я-то взрослая, мне уроков не задают. Мама, а давай снова устраиваем битву с сундуков. Кто победит, тот уроки пишет. Энни! У меня аккаунт невезучий, ты же помнишь? Мам, да нет такого понятия «невезучий аккаунт». В любом сундуке попадаются бонусы. Ага! А если я проиграю, я что, за тебя уроки буду учить? А что? На черновичке. А я пойду своим почерком в тетрадки напишу. Не понимаю смысла этого челленджа. Ну просто, чтобы мне уроки было весело учить. Ну ладно, согласна. Только сегодня будем играть один к одному. То есть мой один сундук против твоего одного? Ну да, так будет справедливо. По рукам! У кого попались бонусы в сундуке, тот выиграл. А у кого не попались бонусы, тот проиграл и учит урок. Итак, первое задание. Английский язык – 10 слов. Согласна. Я первый открою сундук. Открою вот этот большой сундук. Роза! И восемь кристаллов! Ничего себе удача! Я думаю, ты меня не переплюнешь. Посмотрим. Теперь моя очередь. Не может быть! У меня же счастливый аккаунт! Неудачка! Иди, пиши английский! Все! Готово! Следующее задание – почитай английский язык. Открывай сундук. Ну, ладно. С первого раза мне как-то повезло. Ну, не повезло. Моя очередь. Круто! Я выиграл, а ты читаешь английский. Ну, и ладно. Ничего сложного. Готово! Ну, хватит играть. Я справилась с английским. Следующее у меня чтение. Нужно почитать 10 страниц. Ну, ладно. Открывай сундук. Посмотрим, кому повезет. Странно. Не повезло. А значит, мне должно повезти. Теперь я. Билеты! Фух! Ты будешь читать. А я поиграю. Все. Прочитаю. Ну, что же, мама. Это задание я выполню. Следующее задание – русский язык. Нужно написать 10 строк любого текста. Теперь я первая открою сундук. Уверена, мне повезет. Не повезло. Давай ты. И мне не повезло. Давай откроем еще по одному. Согласна. Теперь мой сундук. Ну, вот. Мне попали спиреты. Давай посмотрим, что у тебя. Ого! Когда я успела забрать твою удачу себе? Иди давай, учи уроки. Эх, ладно. Готово! Осталась математика. Так не хочу ее писать. Ну, открывай ящик. Может, повезет? И я напишу за тебя. Обалдеть, кристаллы. Повезло. Я не хочу писать математику. Открою свой сундук. Не может быть. Это что я теперь математику должна написать? Класс. Мне повезло. Ладно, я напишу за тебя математику. Сережа! 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 Хватит мечтать! А? Ну, хватит мечтать. Учи уроки. Мам, а давай поиграем в челлендж Браво Старф? Нет, нет, нет. Сначала уроки, а потом игры. А мы сделаем так. Кто проиграет в битве с сундуком, тот и уроки пишет. Я, уроки и не мечтай. Уроки – это не игрушка. Пиши давай. А так все хорошо начиналось. Ребята, поставьте лайк, если бы вы хотели, чтобы родители учили за вас уроки. И чтоб жизнь не было веселей, подпишись на Пасе Сергей! Субтитры сделал DimaTorzok